Добрый день, друзья. Много было вопросов по поводу тейпирования. Тейпирование вам понравилось, и мы решили все-таки более подробно осветить эту тему и периодически будем выкладывать видео теми или иными аппликациями. Единственное, что я хочу сразу сказать, что способов тейпирования очень много, и большая часть этих способов, к сожалению, требует профессиональной подготовки и знания каких-то медицинских основ. Но тейп совершенно замечательная вещь в том плане, что он работает даже просто, когда он наклеен на ту или иную мышцу без каких-либо натяжений, без каких-либо направлений. Поэтому мы будем подбирать те аппликации, которые вы сможете использовать самостоятельно, или ваши родственники вам будут помогать их наклеивать. И сегодня мы разберем аппликацию в продолжение видео Арсения. Мы разберем аппликацию двуглавой мышцы и треуглавой мышцы плеча, которые также помогают стабилизировать плечевой сустав при отвисшем плече. И также тейп будет помогать вам стонизировать мышцы и запустить движение в парализованной конечности. Давайте будем приступать. Итак, друзья, давайте приступим к наложению аппликации на нашу двуглавую мышцу плеча. Что нам для этого нужно? Естественно, нам понадобится тейп, ножницы и обязательно валик. Можно свернуть плед. Нам нужно просто положить валик под наш локтевой сустав для того, чтобы растянулась наша двуглавая мышца. Двуглавая мышца отвечает за сгибание руки и находится она в данной нашей области. А двуглавая мышца имеет крепление к акромиону плечевой кости и непосредственно в районе локтевого сгиба. Соответственно, нам нужно зафиксировать всю эту мышцу. Когда мы будем делать аппликацию, обратите внимание, что мы будем обходить, так сказать, мышцу с двух сторон. Нам нет смысла идти просто посередине, потому что здесь мышца разделяется и мы не окажем необходимого воздействия на внешнюю и внутреннюю головки нашей двуглавой мышцы плеча. Соответственно, первое. Берем тейп. Акромион плеча. Если вы посмотрите, как мы с вами уже разбирали, где у нас находится наша головка плечевой кости, непосредственно сам суставчик. Рядом есть, выпирает так немножко наверх, как рожочек, скажем так. Это акромион нашего плеча непосредственно. От него здесь будет находиться наша базовая точка и начала аппликации. Мы отмеряем расстояние по прямой до локтевого сгиба и отрезаем данный кусочек тейпа. Дальше у нас идет небольшое, так сказать, усложнение. Поскольку наша двуглавая мышца фиксируется в районе плеча, но она уходит под дельтовидную мышцу, мы с вами для того, чтобы обогнуть мышцу, сделаем разрез тейпа посередине. До какого момента нам его разрезать? Положили тейп в район кромеона. Нашли место, где ваша двухглавая мышца переплетается с дельтовидной. Здесь образуется такая небольшая ямочка. До этого момента отмерили расстояние, загнули тейп, ну или сделали пометочку себе, что именно до этого расстояния мы разрезаем тейп ровно посередине на две части. Соответственно, также отрезаем и закругляем края тейпа для того, чтобы аппликация лучше держалась на нашем плече. Поскольку все мы снимаем, одеваем одежду, постоянно выполняем движение рукой в той или иной степени, и тейп может просто быстрее отвалиться. Соответственно, также примерно 4-5 сантиметров надрываем бумажку, оголяем так называемый якорь тейпа, который мы клеим на уже найденный и нами окремен плечевой кости. Наложив его, первое, что мы с вами делаем, как мы уже обговорили, без натяжения, открыв тейп от бумажки, накладываем тейп до нашей двухглавой мышцы. Дальше я советую вам оторвать вот этот уже участок бумажки, чтобы мы разделили наш тейп на две части. И что мы с вами должны сделать? Наша двухглавая мышца, мы должны обогнуть ее с одной стороны по внешней части и с другой стороны по внутренней части. Отклеиваем бумажку, берем, оставляем неотклеенным примерно 4-5 сантиметров, и мы пошли с вами в обход по краям нашей двухглавой мышцы. И без натяжения все приклеиваем, проглаживаем, фиксируем. Повторяем то же самое действие с уже внутренней стороны двухглавой мышцы. И что же мы с вами наблюдаем? Если мы возьмем нашу двухглавую мышцу, есть у нас, извините, так будет вам виднее, есть у нас внешняя головка, которая активизируется одним концом тейпа, и есть внутренняя, на которую воздействие оказывает уже другая часть тейпа. И в этом положении тейп помогает работе нашей двухглавой мышцы. Ну а теперь давайте рассмотрим аппликацию на другую сторону, на трехглавую мышцу плеча. Итак, друзья, теперь давайте рассмотрим аппликацию на трехглавую мышцу плеча. Первое, что нам нужно, это согнуть руку и растянуть нашу трехглавую мышцу. Затем мы должны отмерить расстояние для того, чтобы понимать, какой кусочек тейпа нам с вами понадобится. Мы идем от нашего локтя, локтевого сгиба, в район осте лопатки. И, замерив данное расстояние, мы отрезаем этот кусочек. Затем закругляем один из концов. И здесь также у нас пойдет разделение с вами на два более тонких кусочка тейпа. Так как у нас имеется сухожилие, нам нужно отмерить примерно 5-6 сантиметров у тейпа. И до этих 5-6 сантиметров остальную часть тейпа нам нужно разрезать на две части. Выполнив данное действие, также закругляем концы маленькой части тейпа. И приступаем к нашей аппликации. Первое, что мы делаем, берем наш якорь и наклеиваем его в область локтевого сустава. Дальше оголяем уже непосредственно наши маленькие концы. И важно, чтобы мы с вами заметили такой моментик. Наша трехглавая мышца, она уходит под дельтовидную. Первое, найдите эту дельтовидную мышцу. Дальше вы можете увидеть, как идет одна головка трехглавой мышцы и вторая. И непосредственно по ним, по верхней части. И в обход, уходя ниже, по нижней части, мы проводим нашу аппликацию. Ведем ее мы в область нашего плеча. Не забываем разогреть наш тейп для того, чтобы он лучше приклеился. Аппликация готова. И теперь ваши трехглавые мышцы будут работать немножко легче. Ну что ж, друзья. Теперь вы умеете тейпировать еще и двухглавую мышцу плеча, и трехглавую мышцу плеча. Как было сказано и показано нами в прошлом видео про тейпирование дельтовидной мышцы плеча, вы можете использовать тейпирование совместное, одновременно, дельтовидной, двухглавой, трехглавой мышцы плеча. Главные условия это, чтобы у вас не возникало покраснений, зуда, каких-то раздражающих вас ощущений в области наложенного на вас тейпа. Ну и также, чтобы не было возникающей спастики и так далее. Если вы замечаете какие-то из этих факторов, лучше аппликацию удалить. Ну а на этом все. В следующих видео мы разберем аппликации на других участках тела. С вами был Арсений Решилов. Всего доброго. Не болейте. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok